Уважаемый президиум, разрешите мне тоже от имени специалиста врачей в области реабилитации, мануальной медицины города Сочи, всего Гавказского региона, поздравить вас с такой нашей хорошей, мне кажется, врачебной тусовкой. Извините за слэм. Вот это большое счастье, когда есть возможность поделиться своим опытом, рассказать о тех интереснейших исследованиях, которые вот уже сейчас прозвучали, я думаю, что еще прозвучат. Что касается моего доклада, следующий слайд. Тут хоть и написано в санторно-курортном лечении, но я думаю, мы все понимаем, находимся мы на курорте, находимся в городе, в деревне, я не знаю, если даже нас и на Марс куда-нибудь забросят, все равно мануальная терапия будет такая, как и везде, она будет одинаковая, особо большой разницы не будет, зависит от контингента только пациентов. Следующий слайд. Будьте добры. Сергей Горисович, не отвлекай. Несколько слов о таких общих подходах к мануальной терапии. Ну вот тут коллеги выступали, говорили, что про иглорефлексотерапию практически нет противопоказаний. Мне тоже самое хочется сказать про мануальную терапию. Тоже практически нет противопоказаний. Есть не показания для конкретного метода, методики, в конкретной зоне, при какой-то конкретной ситуации, но тем не менее, ну может действительно там онкология, какие-то еще такие острые психические нарушения и так далее. А в целом, если грамотно работать с пациентом, корректно использовать преимущество рефлекторной технологии, то это шикарная вещь. Значит, я хочу подчеркнуть, что это область медицинской науки и деятельности, которая изучает. Вот мы даем с вами рекламу, да, ну для потребителей наших медицинских услуг, что мы лечим такие-таки заболевания. На самом деле мы эти заболевания не лечим. Мы занимаемся изучением патогенеза, диагностикой, клиникой, патомеханических изменений. И занимаемся изучением, как эти патомеханические изменения влияют на заболевания, то есть на развитие проявлений, поддерживают их или вызывают эти заболевания и так далее. То есть вот эти изменения мы изучаем в трех системах, преимущественно мышечно-скелетной системе, крайне-сакральной системе, чрезвычайно интересный этот раздел мануальной медицины, которым владеют сегодня, думаю, все современные специалисты мануальной терапии. В висцеральной сфере тоже шикарные техники, шикарно работают при многих соматических заболеваниях. Следующий слайд. Ну, выделяет в основном все специалисты, кто изучает эту проблему, выделяет следующие специфические метод ручного воздействия. Есть специальные там гимнастики для устранения высших перечисленных функциональных нарушений. Это функциональный блок. Ну, с этой проблемой, как правило, все специалисты легко справляются. Много существует подходов разных технологий. Забываем мы немножко вот про эту проблему, то есть локальная гипермобильность. При длительном существовании функциональных блоков, это касается, коллеги, как и взрослых, так и детей, возникает повышенная подвижность в каком-то сегменте. Поэтому, безусловно, эта проблема требует обязательно специальных стабилизирующих упражнений, которые, безусловно, помогут избавиться от какого-то там болевого синдрома неприятных ощущений. Безусловно, мы работаем с коррекцией мышц, которые находятся в дисбалансе. То есть работаем с укороченными мышцами, с гипертоничными мышцами, работаем с ослабленными мышцами. Поэтому, безусловно, вот это подробно-механическое нарушение, оно имеет тоже чрезвычайное значение. Ну, и, как правило, длительность существования вот этих биомеханических нарушений в виде функционального блока, локальной гипермобильности, ну, и сокращенность ЛРПДМ, то, безусловно, приводит к нарушению неоптимальной двигательной стереотипы. То есть человек начинает неправильно садиться, неправильно стоять, неправильно подносить там ложку к рту и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, мануальная медицина сегодня здесь немножко уделяет внимание. То есть помогаем пациенту переучиваться, да, то есть редюкация называется, чтобы более оптимально он выполнял определенные физические там какие-то движения, передвижения или в статическом положении использовал более оптимальные позы. Следующий слайд. Ну, хочу подчеркнуть, коллеги, что объектным и предметным изучением на медицине являются обратимые функциональные перестройки. Чтобы не складывались впечатления, там, какой-то синостоз или там другие конгрессенции, мануальный терапевт начинает там воздействовать, тем более без каких-то, может быть, снимков и так далее. То есть только функциональные нарушения, обратимые вот эти перестройки, они подлежат сегодня, опять же, той же корректной мануальной терапии. Следующий слайд. Ну, в основном, так скажем, мануальная медицина современно выделяет четыре вида вот этой мануальной терапии. Кожно-подкожно-фасциальная, артровертебральная, висцеральная и краниальная терапия. Ну, я хочу тоже подчеркнуть, хочу сказать, что очень часто врачи, изучающие эту проблему, занимающиеся проблемой, забывают о проблемах, которые возникают в коже. То есть вот эти зоны гиперстезии при различных, это безусловно, травматических ситуациях, имеют колоссальное значение вот в системе вот этих механизмов образования болевого синдрома. Поэтому вот тут тоже можно очень много полезного сделать для наших пациентов. Следующий слайд. Ну, и вот вы знаете, коллеги, что очень много существует различных техник, методик, технологий, сейчас очень модно так говорить мануально. Мы пытались вот как бы немножечко систематизировать эти знания и предлагаем вот нашу такую классифицированную, которая, я думаю, что нам в жизни будет очень полезна. То есть попытались эту классификацию построить по виду методического приема, по объекту воздействия, по характеру воздействия, по силе воздействия, что тоже очень важно, об этом я несколько слов чуть не расскажу, и по направлению движения. Следующий слайд. Если говорить о скелетно-мышечной системе и говорить, если о пальпаторных техниках, то, безусловно, мы используем давление, прессуру, капрессуру, там по типу, по принципу массажа шарсу, используем сжатие, растяжение локальное, релизинг, фасцилитация. То есть это возбуждение расслабленных структур определенными ритмическими воздействиями. Мы говорим о антропе, мы говорим о руками, хотя можно много использовать аппаратных технологий. Следующий слайд. Если говорить о таком методе, известном как мобилизация, то есть какие-то повторяющие воздействия, то можно говорить о мобилизации как механического характера, что сегодня, подчеркиваю, все меньше и меньше используется. Или биомеханического характера, коли мы говорим о человеческом теле. Это пассивное активное движение. Безусловно, чрезвычайно полезная тракция, чтобы разгрузить, если мы говорим о позвоночнике, разгрузить диски, немножко устранить спазмы, места прикрепления мышц, связок и так далее. Специальная коррекционная лечебная гимнастика. Но это больше всего относится, как подчеркивает, к проблемам коррекции мышечного дисбаланса. Вот это переучивание, о чем мы уже говорили. Позиционное растяжение, стабилизация при локальной гипермобильности и аутостабилизация, что потом будет делать сам пациент уже соответственно в домашних условиях. Ну и безусловно, мануальная терапия предусматривает какие-то советы, то есть аутостабилизацию определенных воздействий, чтобы человек повторял определенные упражнения уже в домашних условиях. Только я хочу сразу сказать, что не нужно пациента загружать огромным количеством упражнений. Во-первых, он это делать однозначно не будет. А если будет делать это, как правило, плохо и нечасто, хотя нужно, безусловно, убеждать. Поэтому мы, как правило, назначаем 3-5 упражнений, выбираем самые главные, которые будут решать принципиальные какие-то вопросы. И это действительно будет очень важно. Следующий слайд. Вот хочу остановиться, может быть, чуть-чуть подробнее о технологиях нейрорефлекторного характера. Безусловно, что работая с телом, мы не должны как бы работать сам по себе врач, сам по себе пациент. Это должна быть единая система. То есть мы должны любую технику использовать, чтобы получать биологически обратную связь. Как реагирует ткань? Это может быть и словесное уточнение, что чувствует пациент, но и главное руками. То есть научиться руками разговаривать с тканью. И хочу подчеркнуть, что вот эти все техники требуют очень корректного, мягкого подхода. Мы должны помнить, что сила противодействия всегда равна силе действия. То есть чем сильнее мы воздействуем, чем организм будет сильнее сопротивляться. Это естественно. Поэтому вот эти технологии, безусловно, сегодня являются передовыми. То есть релаксация, расслабление. Послеизометрическая релаксация, когда мы включаем функцию мышцы, затем примерно 7-10 секунд, затем растягиваем ее. Послеизометрическая релаксация антагонистов, когда мы пытаемся обмануть эту корочную мышцу. Включаем сначала антагонист, потом расслабляем, растягиваем агонист, который имеет проблему укороченности или гипертоничности. Вот эта технология, безусловная релаксация, тоже интересна. Она пойдет по принципу ПИР тоже, но только потом вторую фазу пациент сам тянет мышцу. И тянет так, чтобы действительно ему было это комфортно, безболезно или мало болезненно. Что касается проблем дисбаланса ног, то есть очень часто там возникают такие мощные гипертонусы, поскольку ноги и область таза испытывают наибольшие нагрузки при нашей жизнедеятельности. Поэтому очень часто помимо укорочения мышечных волокон возникает укорочение фасциальных структур. Поэтому вот эта технология, она действительно предусматривает более активное, сильное растяжение. Ну и более активное сначала идет сокращение этой мышцы, тоже просим пациента порядка 14-20 секунд сокращать мышцу, а потом мы уже растягиваем. Ну это чаще такие методики приходится использовать у спортсменов, кто очень много нагружает свои ноги. Безусловно, вот эта технология мышечно-фасциальный релиз, в моей монографии, это все очень подробно и сложно, практическое руководство, используется очень широко. И как раз вот этой технике мы никак не можем навредить. Мы можем не получить какого-то эффекта, но совершенно понимаете, что можно работать как на поверхность, так и на глубокую структуру. Можно уходить прямо в сустав этой технологии, или там фасеточный сустав, позвоночник и так далее. Очень шикарно эти техники работают у новорожденных и маленьких ребятишек. Вот тоже несколько слов хочется сказать о технике мышечного веретината. Неврологами и другими специалистами в функциональной диагностике было доказано, что если растягивать брюшко мышцы, то есть врач растягивает пальцы в противоположном направлении, то мышца будет усиливаться. То есть слабую мышцу можно привести в состояние улучшенного тонуса. Если делать обратные движения, то мышца будет ослабевать. То есть если мышца гипертоничная, то значит мы можем получить, используя повторение вот этих техник, получить соответствующий нам нужный эффект. Противоположная ситуация имеет место в аппарате Гольджа, то есть в местах перехода мышечных волокон в сухожилие. То есть здесь противоположно. Если мы будем растягивать, удалять места прикрепления мышцы, то мышца будет соответственно ослабевать. И если приближать, то будет усилиться. Я хочу сказать, что я работал много очень со спортсменами, часто здесь в Москве, с футбольным клубом «Динамо». И вот сам это выполнял, научил там специалистов, кто занимается, как так называем, физиотерапевтами и других врачей. И если делать очень часто повторение, то можно очень шикарно изменить вот этот дисбаланс мышц, которые имеют место очень прилично у спортсменов. Следующий слайд. Ну, коллеги, безусловно, что сегодня никто не отказывается от силовых воздействий, манипуляций, но они все меньше и меньше имеют показаний. Потому что этими воздействиями мы, безусловно, можем навредить и причинить какую-то травму тканям или создать надрыв. И вот два слова, Алексей Горькович, если мне позволит, по поводу мануальных терапевтов и остеопадов. Алексей Горькович, можно сказать два слова. Вот, понимаете, мы сами мануальные терапевты себе навредили, потому что в свое время мы использовали достаточно активно эти силы воздействия, которые давали очень много побочных эффектов осложнений. Остеопатия сегодня лечит, может быть, она и лечит бестолково, не без эффекта порой, но очень корректно, мягко, и не один пациент вам не скажет, что ему стало плохо. Ну, или это найдутся только такие единичные воздействия. Поэтому толчок, традиционный толчок и удар, безусловно, должен иметь строгие показания. Ну, скажем, например, замороженное плечо. Когда нет болевого синдрома, но есть выраженное плечо. Ну, почему бы не поколотить по этому плечу? Шикарно растягивается капсула. Но я вот хочу сказать, у меня была ситуация, когда, ну, сакроэлит, мы называем, да, или артроз крестцово-позрожной линии, когда так хотелось поколотить, тоже, опять подчеркиваю, монография, описанной техникой, я все-таки решил сделать рентген. Миллиметр или два миллиметра осталась, огромная саркома сидела в крестце. То есть было страшно, если я его ударил, посмотрите, к чему бы это все привело. Ну, и, безусловно, очень здорово и грамотно использовать комбинированную технику. Следующий слайд. Что касается висцеральной системы, безусловно, тоже есть определенная специфика этих техник. Вот, хочется остановить вот на такой технике, как индукция. То есть это сдавление органа. Ну, наверное, вы все знаете, что органы имеют, природой данные, колебания свои. Эти колебания могут быть изменены в связи с тем, что если это полуорган, где имеются мышечные волокна, создается какая-то проблема по типу триггерного зона или нескольких зон, да, и он не так будет активно вращаться. Или это возникает спайки, то есть неосубстрат, не имеющий ничего общего спаечной болезни. Так вот, если вы это определите, что нарушена перемещаемость, смещаемость этого органа, да еще при его перемещении мы получим рисунок боли, который беспокоит пациента, то, безусловно, мы просто можем прижать этот орган, потом отпустить, и он начнет более активно работать. Ну, как примерно, когда мы ныряем, да, какое-то время мы находимся под водой, и наши диафрагмы все это, все начинают какие-то микроспайки, они все уходят. Но хочу сказать, что очень много проблем вот этого локального субстрата внутренних органов. Причем это касается и детей. Тут уже другой разговор, какой механизм образования их. Ну, безусловно, техники локального давления в полухорганах тоже будет очень интересно. Ну, и вы знаете, значение, роль в ревестеральном отношении. Проблема позвоночника, проблемы внутренних органов. Если первично возникает проблема в ревестеральной сфере, то, безусловно, так или иначе, это отразится на фиксациях тех сегментов, которые анатомически, физиологически связаны с этой структурой. Следующий слайд. Методика релаксации укороченных связок тоже так же. Связочные волокна, связки имеют синтеткальные волокна, где очень много эластических волокн, включая даже, и, вы знаете, есть связки, где есть мышечные волокна. Поэтому, безусловно, методики растяжения, они тоже работают. Не так, конечно, безусловно, активно, как на мышечных структурах, но, тем не менее. Стимуляция расслабленности связок. Вот интересная вот эта техника отдачи лирибаума. Лирибаума. На выдохе пациент максимально делает выдох, только начинает выдох, вы немножко толкаете органы, тоже орган начинает более активно работать и выполнять свои природой данные функции. Мобилизация органов. Ну, очень редко, крайне редко используется манипуляцией. Ну, вот я не знаю, Алексей Егорович, знаешь, что тут господин Аголов такой у нас специалист. Да, обжимание. Хоть он не имеет отношения, я так понимаю, к медицине, да? В прямом смысле он же не доктор? Ну, да. Вот, ну вот он в свое время так навредил своими технологиями, что эти все ударные, обстукивания, колотения этих органов, то, конечно, даже мне знаю, как бы ты был период, что в Москве запретили весь сарагонную терапию. Был такой период? Нет, нет, не запретили. Ну, по крайней мере, очень много было негативных поведений, которые совершенно, думаю, нам с вами не нужны. Следующий слайд. Что касается граниальной системы, тут тоже есть специфический метод. Я позволю себе не останавливаться на этих технологиях. Они тоже описаны в руководстве многих специалистов, в том числе и в моем практическом руководстве. Но тем не менее, я хочу только сказать, что очень много ценного можно сделать для всего организма, если мы улучшаем мозговое кровообращение, используем техники, улучшаем движение ликора, или спинномозговой жидкости. То есть это шикарно. Но тем более, мы знаем о связи крестца, то есть копчика с черепом, то есть посредством твердых мозговых оболочек. Тоже проблемы в тазе, они отражаются на вот этом дыхании, колебании головы, которое примерно происходит каждые 3 секунды. За счет природы данной функции гли, которая каждые примерно 3 секунды сжимается, растягивается. Это дыхание возникает как насос, который нужно, чтобы притокнул артериальный крови, отток венозный, приток ликора, который уносит уже отработанные шлаки, всевозможные. И любые удары, ушибы, конечно, могут привезти. Ну тоже вот сотрясение. Что является субтратом сотрясения? Я думаю, мало кто может сказать. Я хочу сказать, что это является фиксацией в швах черепа. То есть нарушается этот ритм. Когда мы 1-2 осенация проводим, все головные боли, в общем, моментально уходят. Не надо никаких таблеток и так далее. И очень шикарно.